Могильник посреди поля. В Черновицкой области селяне обнаружили захоронение, в котором находились тысячи свинных туш. Люди боятся, что скот мог быть заражен африканской чумой. Все выясняла Ольга Паламарюк. Неизвестные грузовики жители села Луковица увидели в эти выходные. Прямо посреди поля кто-то вырыл огромную яму и в торопях засыпал какой-то груз. Селяне узнали, это из местной фермы свой за туши мертвых свиней и стали могильник раскапывать. В захоронении было как минимум тысяча свинных туш, рассказывают жители. Вот данный участок земли, они сделали незаконный скотомогильник. Отповедных документов никто не представлял. Если логично рассудить, такая масса свиней, ну за один день просто так не падает. Образцы биоматериал отправили на экспертизу, ведь в соседнем селе Молодии на прошлой неделе обнаружили африканскую чуму свиней. Но результаты показали, здесь вируса нет. Люди уверены, документы подделали. Вы мне скажите, как можно за два дня, за две сутки с Киева дать ответ. Такого невозможно. Это просто все брехня. Понимаете? Нет, даже не бедней. Такого не может быть. Это поддельный документ для того, чтобы просто людей успокоить. Сегодня жители села пришли пикетировать ферму. Требует объяснений. К людям выходит охранник. Чему у нас нема? У нас просто производятся ветеринарные санитарные мероприятия внутреннего характера. А где ваше керевництво? Одну секундочку. Чего вы руководите? Я неволен знать, где мое керевництво, оно передо мной не отчитывается. Пока люди ждут руководителей, в соседнем селе тоже выходят на пикет. В Маморнице еще одна ферма этого же предпринимателя. И именно сюда привезли откопанные туши. Одна филия виноват другу. И они не знают, где свиньи. Уже третий день, а туши находятся в машинах. Они уже есть сбудниками этих инфекций. Самых страшных, которые есть для нас, для людей. Люди рассказывают, нечистоты предприятия попадают в колодцы. Из-за химических удобрений жители часто болеют. В сельсовете пообещали, фермера будут выселять. Делом уже заинтересовались в полиции. Назначили необходимые экспертизы. Но местных жителей это не успокоило. Продолжают дежурить возле ферм. Если предприятия не закроют, грозятся перекрыть трассу. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.